приветствую подписчиков всех остальных кто зашел на мой канал сегодня будем менять опять сегодня у нас пятый ipod будем менять вот такую крышку симпатичную алюминиевую заказал я на али принесли мне две штуки один я уже сделал красненький вот такой вот симпатичный сейчас сделаем каркас бережевого цвета замена каркаса занимает порядка получаса по сравнению с предыдущими выпусками ipod а я скажу свое мнение 5 под крышкой пятого ipod у меня есть намного леча всех остальных 4 3 2 вообще молчу этот наиболее удобен для замены и занимает меньше времени и мне кажется качество сборки получается намного лучше ввиду того что нет всяких пластиковых вставок которые приклеены к алюминиевую каркасу здесь все намного проще и так разбитый ipod был менялся дисплейный модуль на нем как видите сел ужасно вообще здесь торчит все здесь вообще угол обрезали дисплей как суммы ли цена такого каркаса имею на я заказал на али честно говоря не помню сколько заплатил что-то около 6 7 евро стоит 1 я заказывал 10 штук цена совсем небольшая единственная срок доставки там что-то около месяца поэтому считайте рассчитывайте сами на ebay такой каркас можно заказать чуть подороже евро за 20 и там ждать неделю ну или что-то вроде того и так отключаем ipod аккуратно снимаем дисплейный модуль еще расскажу дисплейный модуль не оригинальный его уже меняли вот это значит что стекло стекло дисплейного модуля не оригинальная вот не такое прочное как на оригинале очень легко его расколоть и один раз мне один раз треснула при замене дисплейного модуля потом я сначала заменил потом пытался вытащить потому что легло плохо вот и в результате чего мне одну у меня треснул дисплейный модуль очень хрупкое стекло на китайских модулях далеко от качества оригинала к сожалению оригинал не достать не купить и сумеете на оригинальном оригинальном дисплейному лету конечно лучше прогреть но здесь ввиду того что меня нет смысла прогревать двусторонний скотч кнопка home вообще вон отлетела итак снимаем дисплейный модуль откручиваем винты все винтики были на месте заморочки большой заморочки винтам здесь тоже нету здесь их около четырех видов очень легко запомнить расположение размер все винты которые сейчас снимаем у нас одинакового размера на металлическом защитном экране у нас вот эти все винты которые сейчас снял они одинаковые вот вот этот винтик у нас чуть-чуть подлиннее и вот эти два верхних они самые маленькие самые короткие отдельно их ложите снимаем металлический экран отстегиваем отклеиваем точнее кнопку home аккуратно вытаскиваем металлический экран далее снимаем 3 одинаковых винта с системной платы снимаем батарею отстегиваем отстегиваем системной платы антенна вай файка аксельный кабель аккуратно далее у нас идет дисплей и тачскрин отстегнули сняли дисплейный модуль здесь у нас еще также разъемы такой вот разъем передней камеры которую мы оставляем естественно отстегиваем разъем шлейфа кнопок боковых и кнопки включения камеру советую оставить потому что камеру нужно будет извлечь поэтому оставляем разъем с разъемом на системной плате и теперь приступаем к отсоединению батареи вот не сильно она приклеена можно ее снять лучше конечно прогреть перед снятием дабы не деформировать ее сильно теперь она снимается намного проще отклеиваем вот такие вот две полоски двустороннего скотча удерживаем батарею на каркасе медный скотч аккуратно приподнимаем вот здесь у нас шлейф динамика разъем 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 наушников такие вот два черных длинных винтика черные на черном разъеме на разъеме другого цвета соответственно винтики другие допустим на разъеме айпода серебристого цвета там белые серебристые винтики стоят так снимаем два боковых одинаковых винта с разъема зарядки один винт с динамика сами видите да запомнить не сложно соединяем нижний модуль системной платы от каркаса снимаем системную плату так давайте приступим к разбору нижнего верхнего модуля верхний модуль у нас состоит из шлейфа боковых кнопок и кнопки верхней кнопки power и антенны wi-fi ну и там всяческих прокладок уплотнителей снимаем антенну wi-fi она укреплена тремя самыми самыми маленькими винтами на этом айподе три винта снимаем антенну wi-fi давайте сразу ее переставим на новый каркас достаточно обратно вкрутить три винтика вкрутили далее друзья снимаем шлейф кнопок два винта одинаковых кнопки регулировки звука два кнопки power и поднимем вот такая вот металлическая замушка так здесь у нас находится кнопка power и микрофон со вспышкой еще один винтик рамки основной камеры аккуратно и отсоединяем рамку здесь у нас находится как я уже сказал микрофон и стекло вспышки извлекаем а тут целая серия прокладок аккуратно можно без предварительного нагрева извлекаем шлейф так вот этот вот механизм точнее вот этот вот винтик нам уже не откручивать потому что здесь на каркасе он у нас уже присутствует он шел в сборке с модулем переставляем вот эту вот прокладку далее еще один уплотнитель далее снимаем еще одну не знаю даже что такое как ее правильно обозвать прокладку или контакт какой-то еще одна резиновая прокладка здесь у нас находится находится аналогично аналогично устанавливаем ее так все переставили остались кнопки переставляем переставляем кнопки к сожалению цвет кнопок не соответствует цвету каркаса об этом естественно естественно клеен был предупрежден переставляем переставляем что-то не так что-то что-то не так что-то что-то ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте сразу установим верхний модуль. Не будем собирать кучу запчастей, винтов на столе у себя, дабы это будет мешать сборке. Снимаем защитный пластик. Устанавливаем стекло, вспышки. Устанавливаем модуль. Верхний шлейф. Кнопки звука. Рамка камеры. Вкручиваем винты соответствующие. Загружка и два одинаковых винта. Вкручиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вывалились помпки. Обратите внимание, кнопки на 5 айфоне идут уже с резиновой прокладкой. Вот она здесь у нас, также как и на 6 айфоне, они уже везде стоят. Большой плюс, кстати, потому что на предыдущих моделях Apple очень часто вода затекала именно с кнопок. Так. Всё правильно закрутил. Не показалось, что я другой стороной поставил замужку. Закручиваем ещё раз. Лучше проверить, как говорится. Итак, далее у нас доделываем нижний модуль. Итак, у нас осталась внизу эта решётка металлическая, динамика. Снимаем её аккуратно, стараясь с ней загнуть. металлическая или пластиковая она, по-моему, металлическая. Ставим её на место. Так. Ну и самый гемор в пятом айподе это извлечение вот этого механизма. Такого вот прижимного-выжимного, на который, судя по всему, клиент должен повесить какую-нибудь верёвочку. Вот. Какой-нибудь хрень. Здесь находится такая гаечка. Вот. Десятигранник, так скажем. Вот. Извлечь его каким-то специальным ключом. Я не знаю, где его нужно найти, этот ключ. Если будете пытаться открутить плоскогубцами какими-нибудь, какими-нибудь маленькими, удобными вот такими. то, не знаю, получится ли у вас. Если получится хорошо. Вот. У меня не всегда получилась, потому что эта гайка, она, помимо резьбы, на которую она закручена, под гайкой ещё находится специальная прокладка или что-то вроде компаунда, который не даёт просто этой гайке скрутиться. Поэтому я нашёл единственный способ извлечения этого механизма, совершенно варварски, но совершенно стопроцентно верный. это таким вот образом срезаем, срезаем этот механизм. Срезаем два. Срезаем этот механизм. Продолжение следует. Теперь он, чтобы убрать, то, чтобы убрать, то, чтобы из каркаса. Алюминиевая крышка осталась. Итак, теперь нам необходима прокладка такая здесь. Теперь нам нужно эту гайку открутить, чтобы оставить как можно меньше следов на этом механизме, особенно вот с этой стороны. Зажимаем аккуратно. Такие вот обычные плоскогубцы, проклеенные у меня, чтобы они оставляли как можно меньше следов на механизме. Зажимаем и откручиваем вот эту гайку. Не хочет идти. Можно попробовать ее нагреть, потому что, как я уже сказал, там помимо резьбы еще и какой-то клей на самой резьбе прокручивается. Попробую прогреть. Как известно, происходит расширение. Сейчас она остынет. Вот как видите, она пошла. Откручиваем гайку. Ни хера пальцами не открутишь. Пошла. Итак, берем плоскогубцы. Они нам не понадобятся. Теперь, чтобы привести эту гайку в нормальное рабочее положение, вся вот эта вот хрень, про которую я говорил, клей или компаунд, не знаю, что это, полностью очищаем резьбу какой-нибудь иголкой либо пинцетом таким острым заточенным. То есть нужно пройтись полностью по всей резьбе, иначе вы эту гайку не закрутите. Очищаем резьбу. Прогоняем гайку до конца. До конца. Прям её закручивайте. Если она закручивается до самого конца, то можно устанавливать механизм. Ставим гайку. Закручиваем. Придерживайте с этой стороны пальцем, чтобы она не прокручивалась. И закручиваем до упора. Все готово. Механизм готов. Самое сложное позади. Теперь продолжаем собирать. Вставляем нижний модуль системной платы. Совмещаем отверстия разъема наушников, разъема зарядки. Закручиваем соответствующие винты. Три черных винта, которые мы сняли. Далее два одинаковых у нас идут рядом. Далее застегиваем дисплей на модуль. Тачскрин, дисплей. Далее. Далее. Ставим айпод вертикально. И пристегиваем все остальное. Далее. Это шлейф кнопок. крометриум. Далее. Кочевальный кабель. Антенны. Далее. Кочевальный кабель. Пристегнули экрексиальный кабель. Устанавливаем системную плату, закручиваем 3 винтика системной платы. Вставляем батарею. Перепаиваем разъём. Далее повнимательнее. Не забывайте о том, что системная плата под напряжением батареи. Обязательно заклеиваем разъём к каптуновому скотчу. Устанавливаем металлический экран. Кнопка «Холлус» осталась под батарейкой. Просовываем в отверстие. Далее всё просто. Здесь у нас самый длинный винт. Вверху, в самом верху два коротких. И все остальные одинаковые. Устанавливаем металлический экран. Устанавливаем металлический экран. Разогреваем скотч. Разогреваем скотч. Передняя камера. Обратите внимание, чтобы у нас село в отверстие. Верхние клипсы и по периметру слетела клонка «Холлус». Которая уже давно не клеится по ходу. Давайте посадим её в отлей. Устанавливаем скотч. Устанавливаем скотч. Чтобы она не крутилась. Полоские кнопки любят крутиться после их снятия. Поэтому их лучше сажать на клей. Всё отлично село. Всё ровно. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо за внимание. Удачи в работе. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok